Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня хотел рассказать вам историю о святом подвижнике Ниле Миртачивце. Дядька был твертый, ну, не дядька, он был мальчиком, рано стал сиротой, его воспитывал родной дядя Макарий, который был сам монахом. Ну, естественно, воспитывал его целиком, с самого детства, в такой строгости, в аскезе и, значит, со Словом Божьим. Ну, естественно, он уже с ранних лет читал, писал, знал там наизусть писание. Жили они, это в конце 16 века, на юге Греции, в деревне, с названием там, ну, по имени Святого Петра. То есть все обстоятельства вот такого жизни складывались, что его дорога была направлена вот такой, в монашескую стезю. Ну, и когда ему исполнилось уже буквально там 16 лет, совершеннолетие, он прямо сразу решил стать монахом. Ну, и стало. Так они вот со своим дядей молились, изучали Слово Божье. Но показалось им этого мало. Решили они отправиться на священную гору Афон, чтобы уж там вообще, там, ну, ближе к Богу, и чтобы их молитвы вроде как долетали. Отправились туда. Ну, в то время на Афоне жило очень много монахов, таких самых разнообразных. Места были, но не для всех. И они, значит, с благословения, ну, как бы настоятеля, смотрящего за этой горой, нашли себе место. Это, вроде как, даже, получается, как купили это место. То есть попросили благословения, денежный какой-то подарок. Не просто купили, а вот так, типа, был положен какой-то взнос, ну, такой вот, типа, дар. И, значит, настоятель им дал благословение на какое-то замечательное место. Ну, не очень замечательное, то есть там на горе камни, лес рос, чтобы там прокормиться, какой-то огородик сделать. Надо было все это расчищать, строить там вот из камня эти какие-то кельи себе, чтобы там молиться. То есть достаточно тяжелый труд. А дядя был уже там пожилой человек. Ну, и этот, вроде как, тоже молодой наш Нил. То есть труд был нелегкий. Плюс еще надо молиться. Достаточно серьезно. То есть такие серьезные аскезы были. И так, как только они построили эти свои кельи, в общем-то, дядюшка Макарий отправился в гости к Богу. И остался Нил один. Но это его не пугало. И он, в общем-то, достаточно такой, даже заимел большой авторитет вот среди этих монахов. Потому что был вот с детства образованный, знал Слово Божье и умел его трактовать. Да так, в общем, достаточно хорошо. И получил такой авторитет, что он и провидец, и достаточно разумный человек. И стали к нему ходить, напрашиваться в ученики, всякие вот эти иноки, просто люди. А так как он искал уединения, это его стало напрягать. И он вынужден был уйти еще дальше в горы. Там где-то нашел пещерку, до которой добраться было тяжело. И продолжал там молиться. Молиться, ну, и даже писал какие-то труды, какие-то свои мысли. Трактовал Слово Божье. Ну, и тоже прославился. Ну, до него добраться было нелегко. Но прославился как человек, человек очень верующий и, в общем-то, почти святой. Ну, и так вот он жил, пока не, в общем, не почил, можно сказать. О чем пришел во сне, вот, по-настоятелю. И так ему сказал, типа, вот, я приставился, будь любезен, значит, пошли вот монахов, чтобы они похоронили меня в той же пещере. Ну, что тот и сделал. Отправил туда монахов, они еле туда забрались. И в этой же пещере увидели, что он, значит, уже покойный. И в этой же пещере его и похоронили. Ну, без всяких там опознавательных знаков. Через некоторое время из этой пещеры начал, ну, то есть, такой вот аромат благовоний. И начали стены там, прям, были покрыты вот этими каплями мира. Такой, типа, святой ароматной жидкости. Которая вот, ну, такой потусторонней, можно сказать, такой райской жидкости, которая даже стекала к морю. То есть, естественно, начали паломники туда ходить, так как эта мира, она и целебными свойствами, и вот так очищала, и, ну, это чудо было. И, естественно, после таких чудес Нила, ну, так причислили к лику святых. То есть, при жизни он каких-то чудес таких, вот, прямо, ах, вот сверхъестественных, там, по воздуху не летал, каких-то особых исцелений. Ну, он старался сторониться людей. Старался, ну, посвятить себя молитве и вот исследованию слова Божьего. Но на этом история не кончается. Жил он, как вы помните, в конце XVI века, а уже вот в середине XVIII этот святой Нил стал являться к одному монаху. И попросил его записать вот какие-то свои наставления, свои пророчества о будущем. И так достаточно подробно. То есть, он снился ему, тот просыпался и записывал. Прямо вот слово в слово, что ему, значит, вот этот Нил передал. Видимо, он не успел он при жизни. А его, значит, послал Господь пророчествовать дальше. Ну, и в основном пророчества были вот о будущем, о будущем времени. И такие они были, такие апокалиптичные. То есть, ничего хорошего он не пророчествовал. Что о пришествии Антихриста, что у нас станут последние времена. Ну, предсказал, конечно, революцию в этом, в России. И еще какие-то события. Но говорило вот и о наших временах. Что такая вот придет распущенность. Какие-то вот эти вот, ну, гомосексуалисты прямо станут выпячивать свои вот эти вот пороки. Ну, свои эти, да. Свои пристрастия начнут прямо вот носить на знаменах и призывать таким же действием. Ну, и вот всякая распущенность. Вот это вот какая-то вседозволенность, отречение от слова Божья. То есть, всякие вот, ну, времена плохие. И после этого наступит ужасный голод. Когда люди там за еду начнут убивать друг друга. Города пустеют. Начнется вот неизвестно что. И тогда придет Антихриц, который тоже, значит, будет чудотворить. Притворяться таким хорошим. А на самом деле будет это все вот людей губить. Всех пометят печатью. А кто откажется от печати, там, значит, конец. В общем, придут тяжелые времена. И Афонский монастырь. То есть, Богородица как-то не отвернется, но как-то перестанет покровительствовать. И, в общем-то, обитель вот эта Афонская пустеет. Ну, и немногие, немногие спасутся вот во времена Антихриста. Потому что, который вот-вот вроде как должен наступить. Не знаю, даже скоро нас ожидают эти. Потому что для святых-то, что там, что 10 лет, что 50, большой роли не играет. А для нас играет. Вот такое на пророчество он. Люди этому вроде как доверяют верующие. Потому что не то, что это какой-то бес приходил. А реально, тем более, какие-то пророчества уже сбылись. Жалко, конечно, что ничего хорошего нас не ждет. Но это не значит, что мы должны руки опускать и как-то это... Будем ждать, значит, Антихриста. Посмотрим, интересно, кто это такой за гражданин будет. Может, уже он тут у нас шастает. Шастает и пытается козни строить. Но будет известен на весь мир. Ну, ладно, дорогие мои. Такой вот святой, конечно. Я больше люблю, когда там чудеса такие прямо. Ах! Блеск, пыль. Ну, пророчество тоже ничего. И, значит, вот святой Нил, миротачивец. И до сих пор в этой пещере вот эта мира со стен сочится. Хорошо, что еще не стали его откапывать. И там, как обычно, мощи на кусочки разбирать. Он, наверное, был бы недоволен. И перестал бы, наверное, и миротачиваться из этих стен. А так вот такое чудо на горе Афон, которое еще пользуется покровительством Богородицы, ну, и самого Иисуса. Ладно, дорогие мои. До следующих встреч. Счастливо.